Еще пока нет таких жестких правил, но есть только одно правило. Надо зайти, пока еще мы не знакомы друг с другом, и представиться. Сказать, hey guys, меня зовут Марк Цукерберг, я пилю какую-то фигню для студентов. Или, hey guys, мы делаем поисковик в интернете, будем искать какие-то слова, комбинации. Ну, короче, сделаем простой поиск. А зачем? Какие там? Где деньги? Мы не знаем, где деньги, мы просто делаем поиск. Да, это был Google. Вот, примерно так все это получается, что начинаем с малого, идем шагом, шаг за шагом, получаем энергию, получаем кофаундеров, получаем новое знание. И из этого получается маркет-пит, да, мы находим его, видим, как начинают клиенты обрастать, твой продукт начинают инвестировать все время, да, заходят люди, там, партнеры появляются. И постепенно-постепенно у тебя уже складывается какая-то структура. Не, у нас такое сейчас смок-ток, знаете, в Америке смок-ток, познакомиться, там, почувствовать, там, да, атмосферу, там, понять, кто свой собеседник. Как Миша тут Гаврилов закинул про вообще каждый американец в правилах у них делать 10 чашек кофе в неделю, создавать свой нетворк, создавать коммуникацию, искать, да, для бизнесмена это способ сделать касс-дев, найти более у той или иной аудитории. Вот, 10 чашек кофе, такой смок-ток, это нормально, то есть ты подходишь кому-то, там, берешь кофе. Я так познакомился в Сан-Франциско, гуляли с семьей по Salesforce Park, зашли в Starbucks, там, офигенный, на третьем уровне, на третьем этаже, вот, взяли кофе, и ребята подошли какие-то, слышу русская речь, я такой, о, хай, привет, как дела, о, привет, а я разработчик, да, я там, он работал, а он работал в скайте или зуме, не помню, какая телекоммуникационная компания. И вот с ним завязались, да, оказывается, вот он лид, лид технорей и работает в корпорации. Так интересно было послушать его рассказ. У нас здесь есть ребята с техническим бэкграундом, в принципе, любая, любой скилл, да, в плане применимый, там, для корпораций в Силиконовой долине, например, там, вот, тестировщики, продуктологи, маркетологи, это очень ценно для любого стартапа, потому что, ну, умение находить, там, слабые места в системе, это очень важно. Поэтому я думаю, что если вы расскажете нам пару слов, будет интересно, ребята. У нас, что происходит, если это компания состоявшаяся, у них есть, там, люди, которые тестируют, соответственно, у них, там, какие-то требования, и так далее. Если это стартап, конкретно, то стартапы обычно и изыскивают ресурсы, да, то есть, чтобы денег не тратить, там, или еще что-то, вот они могут прийти в школу, в школу к нам и сказать, ребята, дайте, там, парочку, там, человек, мы, там, денег платить не можем, но мы, там, референсы, все дела, там, и так далее. Обычно у них есть, чем расплатиться в виде интересного опыта такого, что, ну, как бы, востребовано. И они, соответственно, там, дают им 10 чек, они там двоих отбирают, и, в общем, так работает. Но, как правило, у них даже нет денег платить. Кроме того, стартап обычно, если уже он берет кого-то на работу и деньги тратит, и так далее, как правило, этот человек более высокого уровня, потому что документации нет. Да, вот пришел человек, ему ничего в руки дать. То есть, он должен быть уже достаточно опытным, чтобы, не имея документации, в общем-то, вникнуть, разобраться, подхватить и понестись. Поэтому, как правило, в стартапах совсем начинающих нет, нет времени ими заниматься. Посадить бывает негде. Ну, и, в общем, конечно, стартап – это не такой небольшой наниматель начинающих, так скажем. Но есть, есть, есть компании. Есть такие, которые крутых берут на вырост. Вот, допустим, они видят, человек, у него бэкграунд правильный, у него настроение правильное, он готов пахать. Особенно удивительный спрос на детей. Ну, дети как, ну, вот 18-17 лет бывают, 19 лет бывают. Этих просто без образования, без ничего. Вот их берут просто потому, что он сидит и смотрит на тебя, и от всего у него восторг. Вот, и, в общем, странный мир такой, но просто по факту так. Я тоже, я учился в стартап-школе в Сан-Франциско, и к нам приходили девчонки, молодые разработчики из Твиттера, из Фейсбука, из Скипа тоже придут нам в гости. Я думаю, что в следующий раз. Вот, и там прям действительно у них питон уже, они быстро печатают на вид. Ну, камон, там лет 20, да, молодые девчонки, они уже там разбираются во всех технологиях, шарят, там, умеют анализировать big data, там, знают, что такое NLP, там, знают, ну, все эти сети, ну, в общем, разбираются. Это удивительно, да, что такие, знаете, как артишники, типичные, как там с бородой, да, в очках за 40, приходят уже как динозавры, да, на их место приходят молодые девчонки, программистки с быстрыми глазами, с быстрыми, с быстрым умом, с быстрыми пальцами, которые все видят, быстро печатают, анализируют, как они готовят там презентации, как они… Причем они программисты, а у нас интроверты, а у них программисты умеют и презентацию сделать, тебе запишут text to voice, и voice to text сделают на презентации, и, в общем, и сделают и видео, и, в общем, классно все расскажут, покажут, мы там делали прототипы. Короче, уровень вот именно Silicon Valley там просто отличается в разу. Сейчас есть такой термин, мне очень нравится, digital native, то есть он как бы цифровой, рожденный цифровым, то есть вот можно учить digital, да, вот можно там взять прибор, там разбираться или там технологии, manual читать, там еще что-то, а можно с этим родиться. Вот у него в коляске лежит, вот там мама ходит, а у него в коляске уже там девайс какой-то, и они по-другому как-то воспринимают. Видят, и там начинаешь видеть, там начинаешь видеть в окружении в правильном, в правильных школах, где знания дают практики, точно дают знания без всяких, без всякой воды, именно то, через что они сами прошли. И вот у нас был Product School, да, это не реклама, просто я в восторге от этого, от этой школы. Там был тренер из Airbnb. Короче, ребят, утром работал в Airbnb продуктом, то есть он занимался там построением, там, каст девов, там, гипотез, валидации, вот эти все этапы, продуктовый подход. А потом шел после работы такой выжатый, как лимон, к нам туда, мы его еще дожимали, но он с таким рвением и энергией все это делал, рассказывал. Короче, это просто круто, и там вот именно он только этим занимался, то есть он работал на Airbnb, а потом шел к нам, рассказывал там про Product подход, там, про основные этапы построения продукта. Вот это круто, то, что у тебя такие люди тебе дают инфу, ты можешь там вопросы задавать и так далее, то есть он тебе дает обратную связь. Поэтому, да, там они видят. Но, 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 но он работал в корпорации, считается это как престижно, стабильно, но он каждый раз, когда мы с ним встречались и разговаривали про стартапы, я там рассказывал про проблемы, говорю, слушай, у меня там день зарплаты, для тебя это типа день радости, для меня это самый, самый ужасный день в месяце, потому что у меня просто с баланса списывается большая сумма на зарплаты сотрудникам. То есть разные, он такой, вау, я понимаю, да, но ты типа вот делаешь то, что ты видишь, а я делаю то, что, то, что мне говорят. Я сам 10 лет отработал в корпорации, чем очень просто благодарен моим руководителям, какую они школу дали, я просто получил колоссальный опыт, я просто счастлив. Вот, а потом я ушел уже в стартап движения и тоже доволен, что происходит. Это действительно мы меняем мир, мы создаем новые бизнес-модели, новые связи, новые рабочие места, это, это классно. О, Иван пришел к нам, привет, Иван. Иван Ломакин, великий блогер Сия-Руси. Да как? Влогер, так? Влогер, влогер. Игорь придумал классный концепт, это автор идеи, да, комьюнити, открытый комьюнити стартап-предпринимателей, стартап-котики. Это кислород воздуха, знаете, кислород свежего воздуха, да, в таком закрытом помещении, когда ты получаешь много информации. И к нам приходят совсем не новички, у нас ребята очень крутые, весь комьюнити, которые уже не один стартап сделали. И каждый находит себе свою ценность. И технические ребята приходят, технические ребята ищут, да, ищут там маркетологов, фаундеров харизматичных, вот, фаундеры ищут технорей, которые решат проблемы, да, то есть там у нас есть четыре типа, мы нашли четыре типа котиков наших, да. А котик это просто такой, знаешь, котики разные все, да, я там постил, такой спецназ там выплывает там из воды с автоматами, тоже котик. Вот, а есть маленькие котики, которые только рождаются. И у нас этот котик, он пронизывает, в принципе, все психотипы наших, наших стартаперов, которые у нас вводятся. Вот, и мы выявили четыре психотипа. Первый психотип, да, это как персонас, да, это продуктовый подход, это персонас. Ты должен четко понимать, кто твои персоны в этом стартапе. Вот, первый это у нас самый маленький, да, это самый маленький, да, это такой котенок, который еще без опыта, он мечтатель, мы назвали его мечтатель. Он мечтает о своей идее, но он еще пока не знает, с чего начать. Вот, для него есть база знаний и такие нетворкинги, да, чтобы он хоть послушал, что происходит, там, какие проблемы. Второй у нас это котик-практик. Он уже что-то делает, уже собирает, он уже знает что-то, он начинает. Но у него не хватает там, может быть, команды, не хватает инвестиций. У него уже наверняка MVP есть какой-то или какой-то MVP на начальной стадии. Третья категория, да, вот стартап-аудитории всей, это котик-умница. Он уже прошел акселератор, ну, фри-то точно прошел. Он прошел уже, наверное, даже, может быть, Y-комбинатор, да, может быть, 500 стартапс. У него уже есть раунд инвестиций, то есть, может быть, friends and family, да, но он уже такой, уже растущий у него там проект, у него там есть клиенты, он уже там ищет нетворкинг, ищет какие-то точки роста, ищет growth hacking strategies, чтобы за счет партнерства вырасти быстро. И четвертый тип – это котик-про, который уже, come on, у него уже три стартапа за плечами, он уже все знает, он уже многое видал. Но он ищет здесь нетворкинг и тестирует своих прототипов. У него уже есть продукт, который может давать, приносить пользу, есть клиенты, а здесь очень много предпринимателей, с которыми он может сделать collaboration и, короче, улучшить свой сервис и так далее. Вот такие у нас наши предприниматели, замечательные все люди, мы всех любим и абсолютно кайфуем от общения с вами. Я уже много, много, ну не много на самом деле, я хотел больше времени проводить, но столько много людей уже узнал здесь. Мой Facebook там уже полон новых друзей, там переписок и так далее. Я очень много решил своих проблем тоже, которые у меня были по выходу на новые рынки, по выходу. Там мы сейчас на Гонконг готовим тоже стратегию выхода, вот, тоже там помогают. Короче, вот так, вместе мы сила, да, потому что у Игоря Шойфота, да, идея какая, чтобы Russian-speaking entrepreneurs, startups, да, получили все необходимое информацию, нетворкинг, инвестиции для того, чтобы строить продукты мирового уровня, чтобы эти продукты полюбили люди не только, да, в твоей стране, но и по всему миру, международной, глобальной истории. Это круто на самом деле. И каждый из нас это может сделать. Игорь, у меня вопрос. А есть среди нас кто-то, слышно меня, да, стартаперы, кто сегодня будет пичить, кроме тебя? Есть стартаперы? О, давай размючиваем, пускай человек тизер какой-то даст по себе какую-то информацию, так как по плану нашему ж в курилке. Окей. Привет, Александр. Да, всем привет. Рад со всеми познакомиться. Я сегодня пичу. Я по образованию архитектор и, собственно, задумал помочь людям автоматизировать процесс создания планировок помещений. То есть мы сделали продукт, который автоматически конвертирует планы старые с помощью нейросети в наш, собственно, интерактивный формат. Автоматически мы вытаскиваем все размеры оттуда и даем людям возможность с помощью одной кнопки генерировать офисные или жилые планировки. Вот. Мы работаем в США. У нас сейчас за три месяца 169 клиентов, 171 уже. Вот. И, собственно, глобальная задача – это создание единой базы интерактивных планов помещений, то есть со всеми размерами, со всеми данными о площадях, о зданиях. И дать возможность людям самим поиграться с планировками без участия архитектора. Вау. То есть у нас есть продукт, да, он уже работает, люди им пользуются. Вот. Сейчас, три месяца назад мы запустились, и сейчас вот в следующем месяце переходим на платные уже. А какой средний чек, как вы? Я хочу себе спланировать интерьер на дом, который у меня еще вообще нет. Саша, фокус-группа тебе. Наташа подключается. Да, ты можешь себе фокус-группы создавать с наших Zoom ребят, просто вот Игорь тебе потом подскажет, как это сделать, и ребята придут, да, и ты им там вот просто, ну, скажем так, Игорь подскажет. Целевая аудитория – это Брокеридж, это агенты по недвижимости и девелоперы в Америке. Мы пока только в Америке работаем. В основной часть Нью-Йорка, в первую очередь. Про чайки ничего я пока не рассказал, да? А, да, сори. У нас годовая подписка для агентов – 179 долларов, это для жилой недвижимости, и для коммерческой недвижимости – 499 долларов, тоже годовая подписка. То есть, с учетом того, что сейчас план один у архитектора стоит там в среднем 150-200 долларов, то мы в 50 раз снижаем стоимость, благодаря тому, что, ну, полностью отсутствие затрат на энергию человека. А зачем так сильно? Потому что наша задача сейчас, в первую очередь, это нарастить как можно быстрее аудиторию по агентам и через них выйти еще на B2C, потому что у нас, мы с конечного клиента собираем данные о потребностях его по мебели и по тому, что он вообще, какую квартиру он хочет и так далее. То есть, с учетом базы данных, у нас просто есть тоже теоретический запрос от девелоперов на данные, так как сейчас никто не собирает информацию о площадях подробную, то есть, так, чтобы знать все размеры каждой комнаты и при этом еще дать людям возможность сделать там планировку, и мы знаем, какая мебель им нужна, в какой квартире, за какую стоимость и так далее. Вот, это нужно, ну, это для перспективы нам просто нужно. Это вам в Икею прямая дорога, какая мебель нужна, вы все знаете? Да, да, да. А кто основные конкуренты? Конкуренты, кто основные? Нет, похожие на вас, конкуренты. Ну, естественно, основное это архитекторы, и есть основных там пять компаний, одни ребята швейцарские, швейцарцы, археологик, вот, они работают с офисной недвижимостью, есть компания Кибикаса, это, я не помню, Северная Европа, они именно вот оцифровывают планы. И есть Сибири Билд, тоже основной из конкурентов, но это внутренняя, внутренняя система для компаний Сибири, вот, они, они как два с половиной года назад купили стартап. Ну, собственно, со всеми конкурентами, со своими мы дружим, общаемся и обмениваемся данными, потому что не так много людей занимается именно оциферизацией, генерацией планировок. А там есть какой-то барьер, вот, между тем, для кого вы сейчас это делаете, и простым, вот, скажем, вот я сижу, хочу что-то сделать, у меня, например, жена пользуется, там, хоум дизайн, как он там называется, это довольно сложный. Хоум боми. Довольно сложный продукт, но у него, наверное, миллионы пользователей, я не знаю, то есть вот этот рынок вы не хотите или что-то мешает? Основная задача, то есть, ну, наверное, вы сказали про хоум боми, это действительно сложная штука, наша задача, во-первых, сделать супер просто, то есть, потому что я, как архитектор, я понимаю, насколько для людей это тяжело. И мы сейчас тестируем историю с простыми людьми, там лишь вопрос в том, что мы сделаем вообще в дальнейшем это в открытом доступе, то есть сейчас у нас задача, мы удваиваем ежемесячно нашу базу данных планов, вот, со всей информацией. Где-то через, там, пять месяцев по плану у нас будет баз данных практически всех вакантных квартир Нью-Йорка, вот, уже полностью стандартного вида, со всеми размерами и так далее, и тогда мы откроем это для всех. У меня, например, есть вот знакомый, извиняюсь, что это вот Дамир, у меня есть знакомый, да, вот у них стартап по VR и дополненная реальность. Они как раз занимаются недвижкой, цифровую, да, показывают твой будущий дом, там, либо производство, либо квартиру, и также пишут библиотеки, вот, для Икеи тоже самое, производители мебели, оборудования, то есть ты можешь прямо прикинуть реальные размеры, там, посмотреть, там, обои, цвет, лист, что угодно, то есть ты чуть ли не пощупать можешь твой будущий дом, там, или производственную линию увидеть, ну, полностью такой цифровой двойник, да, Да, то есть это уже делается, уже много таких уже команд, я знаю, то есть они прямо работают и на рынке США, и Европы, много вот заказывают, там, Турция, Италия, Дубай, Арабский Эмират, и вот там все это. Да, да, знаю, мы вообще изначально начинали с 3DS, думали, сейчас вот мы все сделаем, там, VR, AR, вот, но когда реально, там, делали КСД в течение четырех месяцев в Нью-Йорке и общались, там, с девелоперами, застройщиками, людьми, Людям реально, все хотят показать, что мы умеем, там, 3D, супер, что-то невероятное, вот, а запрос был такой, что, ребят, вот все идут как-то куда-то, но базиса, то есть планов помещений нет, и прежде чем тебе, там, AR посмотреть, да, очень много сейчас программ, когда ты можешь через телефон посмотреть, станет мебель или нет, есть тут несколько моментов, тебе нужно находиться в этой квартире, тебе нужно уже туда прийти, она должна быть твоя, вот, когда ты покупаешь или арендуешь, опять же, вот эта вся история с удаленкой, у тебя нет этой возможности, то есть сейчас, там, агент не может тебе отправить файл VR, вот, ты одел очки и начал все это смотреть, с этим играться, пока, пока этого еще нет, мы видим эту историю свою, ну, мы заложили, скажем, мы убрали 3D сейчас, оставили 2D, для более быстрого масштабирования, когда у нас есть база данных, со всеми планами, мы можем это все, вот, 3D поднять. Тут имеется в виду, ты пришел в офис, да, агентства недвижимости, либо застройщика, тебе, там, одели очки, либо дополнена реальность, ты наводишь, там, на какую-то точку привязки, да, грубо говоря, у тебя возникает твой дом, там, квартира, и ты можешь и мебель расставить, и посмотреть, и все, и все размеры, и объекты сразу подгружаешь, библиотеки, и все, что, и ты сразу же можешь это в заказ отправить, тебе Икея прям доставит вот этот заказ, там, или еще какие-то производители, мебели, вот, как ты расставил, там, с дизайнером поработал, с застройщиком, там, и так далее, то есть, вот такие всякие штуки. Ну, я могу, я могу над тем подольше порассуждать, если это в рамках курилки окей. Знаешь, знаешь, было бы классно, у нас там вопрос еще есть, было бы классно узнать про твои боли, что у тебя сейчас, какие проблемы у тебя, как у фаундера, расскажи, пожалуйста, может быть, вот это будет полезнее, может помочь еще? Ну, да, ну, естественно, как у любого фаундера, у меня самая основная боль всегда это фандрайзинг, вот, это самое, самое основное, и в рамках этого получается сейчас такой момент, мы уже зарейзили в общей сложности 400 тысяч, вот, и сейчас там ищем еще деньги. Ну, я не могу сказать, что прям, наверное, у меня, а, ну, вот у меня есть личная, личная персональная проблема, это тайм-менеджмент, опять же, он, наверняка, у всех, то, что приходится разрываться между продажами, так как я сам продаю, и фандрайзингом, вот, и это больно, потом я понимаю, что, да, нужно, нужно, как бы сейчас, вот, делегировать продажи, а до этого я не мог делегировать, потому что надо самому себя покопать, пощупать, ну, с этим, с этим, да, есть, есть проблемы. А сколько в команде? Сколько участвует команда? Всего 10 человек сейчас. Два фаундера, да, два фаундера и 8 технических ребят. Ну, то есть, у вас проект уже генерит прибыль, то есть, вы можете какой-то трекшн показать, что-то, аналитику какую-то? Не-не-не, вот я вот сказал, что мы начали именно с клиентами работать 3 месяца назад, то есть, у нас был месяц на тестирование, потом случился ковид, и, ну, мы отодвинули всю эту историю на 2 месяца, и сейчас вот 2 месяца эти заканчиваются, и сейчас первый контракт в процессе. То есть, по плану, следующий месяц, это вот конвертация наших пользователей уже на платные контракты. Но какие-то пользователи уже есть, получается, да? Ну, сейчас вот за 3 месяца у нас есть 160, это 171 человек, 171 пользователь. То есть, это все сабскрайберы, платящие аудитория, я правильно понимаю? Не платящие, они будут платить только со следующего месяца. Да, да, будут, да. А сам продукт уже прям непосредственно работает и есть, они им пользуются, да? Да, да, все верно. А не думали начать хотя бы распространять бесплатную какую-то версию, чтобы был сетевой эффект, чтобы охватить побольше аудиторию, чтобы люди начали пользоваться, сказали, вау, это круто, нам это нравится, а дальше уже включать монетизацию? Ну, собственно, сейчас мы занимаемся как раз выходом на аудиторию, на B2C, да, на людей, которые ищут недвижимость. Да, мы сейчас им будем давать эту возможность. Собственно, сейчас вот буквально на той неделе мы это решили, запилили лендинг, и с понедельника в Фейсбуке, там, в Инстаграме, везде будем все это дело распространять. Круто, круто. Удачи, удачи. Спасибо большое. Более понятно, надо продавать самому и рейзить успевать, а то ты скрут такой. Да, ты все время балансируешь между этим, то есть ты и рейзить не можешь, но и рейзить нужно уже с продажами. Давайте слово Михаилу дадим, у меня еще вопрос там от ребят, Михаил, будет два вопроса. Я бы вот что сказал, значит, я немножко был в ситуации, когда я попал в непонятки, слушая вас, потому что у нас есть опыт, мы там, может быть, 5-6-7 раз там мы перестраивали недвижимость какую-то, у меня жена очень увлекается. И когда вы сказали, я в бэкграунде архитектор, и вот мы делаем такой софтвер, и я понял так, что это софтвер, который позволяет, значит, там, расплавировать то, что ты хочешь построить. Потом, чем больше я вас слушал, тем больше я понимал, что это не чтобы построить, а чтобы в заданных габаритах расставить мебель. С таким софтвером, это многие приложения делают, которые, на самом деле, просто для того, чтобы построить, там есть внутри там фишечка, чтобы мебель расставить, в наиболее изощренной форме, я это видел, например, в Айке, когда там, ну, уже просто там у компьютера, и там все это раскидывают, раскидывают, раскидывают. Я просто к чему говорю, что как-то вот, может быть, переформулировать вот это вот, я архитектор, и чем мы занимаемся, потому что то, что вы архитектор, как-то меня сразу повело в другую сторону. То есть я понял, что вы занимаетесь дизайном не внутренне, не интерьер-дизайном, а что вы занимаетесь, как бы, архитектурной частью вот этого всего. — Все верно. Изначально, когда только весь проект затевался, я был максимально амбициозен, говорил, что все фигня, сейчас я же понимаю, как архитектура делается, из чего здание состоит. Сейчас я быстро все автоматизирую, найду ребят, и по щелчку пальца будет здание проектироваться по заданным параметрам. Вот. Это было весело. Я прям пичил это, уверенный, что все у меня получится, ребят. А потом уже, когда начали действительно в технологиях разбираться, и оказалось, что задачей, именно не то, чтобы человек сам двигал мебель, расставлял я, а чтобы это делали алгоритмы, тем более в жилой недвижимости намного проще. В коммерческой там, ну, миллион всяких условий, и мы начали искать, и оказывается, что с 61-го года научные работы мы начали поднимать, что это вот действительно огромная проблема создания именно планировок на основе параметров, проходов, входов и так далее, митингов. В общем, да. И я согласен, что игрушек в этом смысле много, разного уровня, наша задача, мы ставим, что это максимально простая вещь для простого человека, который вообще нифига в этом не понимает, и ему нужно понимание. Вот. Но спасибо, да, я понял по поводу архитектора, я подумаю. Ну вот сейчас, вот смотрите, еще одно противоречие в моем сознании возникает. Вы с одной стороны сказали, и несколько раз возвращались к этому, что софтвер рассчитан на брокеров, на реал-эстейтных агентов, то есть на людей, которые там платят за подписку, и многократно используют в применении их там другим агентам. Только что вы закончили словами, что это должно быть максимально просто, чтобы каждый человек, который никакого отношения к этому не имеет, мог бы взять и воспользоваться. Поэтому у меня вопрос, а почему я не могу, моя жена, вот ребята, которые здесь сидят, им-то почему нельзя? Я же говорю, сейчас мы запускаем эту историю. Там задача простая, что вы не... Во всех программах вы рисуете себе план, вот, и после этого вы уже там что-то внутри как-то играете. Мы же говорим, что вообще даже этого делать не нужно, просто отправляете план, и мы на основе этого плана быстро вам создаем уже интерактивный, собственно, план. Изначально мы пошли от более... И запрос был от, в первую очередь, от брокериджа, от агентов по недвижимости, от менеджмент компаний. Ну да, то есть надо работать на клиента. Может быть, это и правильно, чтобы был больше охват, бить в одну целевую аудиторию и строить под них. Да, мы сейчас выходим просто на людей, чтобы протестировать там несколько гипотез по поводу сбора данных. Но основная все равно это B2B. Ну да, там охват будет. Ну B2C вы тоже запланировали, да? Ну, у нас получается B2B2C, вот, потому что все равно пользователи – это простой человек. Только продаем мы, продаем мы, получается, компаниям, а они уже распространяют... Александр, скажите Михаилу, пожалуйста, через сколько месяцев его жена может воспользоваться вашим софтвером? Давайте так вопрос поставим. Гайс, Гайс, простите, я вас перейдю немного, Гайс. Я должен уходить сейчас готовиться к питчингу. Саш, тоже не задерживайся. Там питчешь, да? Да, я тоже пойду. Кин, ты тогда хостишь, да? Я хочу, хорошо, Александра тоже. Мы сейчас слышим срок, через сколько Светлана сможет, и отпускаем Александру. Завтра? Сегодня. Когда Светлана сможет воспользоваться вашим софтом, например? Я говорю, хоть сегодня. Я сейчас оставлю сайт, можно прям зайти, там отправить план и начать пользоваться. Еще Михаилу вопрос. Михаилу вопрос. Со скольки лет берете на обучение? Может быть, у кого-то дети подрастают? Я бы свою дочку тоже отдал. И я тоже. Вы знаете, что по требованиям штата Калифорния, которые мы как бы лицензированы, мы держимся в русле каких-то правил, они говорят, что у человека должно быть законченное среднее образование. Хотя бывает, что и моложе. Там бабушка приводит внука, ему 16 лет, говорит, что он от рук отбился, и мы берем с нее расписку на ее ответственности. Ну, то есть, всегда можно как-то. Ну, в общем-то, ему же работать потом, понимаете? То есть, идти к нам учиться можно только для того, чтобы потом работать. Потому что иначе вообще смысла не имеем. Ну да, знание. Вы можете за десятку взять на YouTube любой курс, вы можете на YouTube бесплатно послушать. Если уже вы к нам пришли, то мы вас шлифуем по американский рынок, мы вас посылаем в компанию американскую, чтобы вы поверили, что вы можете. Это единственная функция. Вы должны поверить, что это правда можно, и вот за это платят там на старт 30 долларов в чат. И когда человек в это верит, он уже готов к тому, чтобы пойти на рынок. Если это все не предполагается, то не нужно у нас учиться. Ладно, я тогда пойду. Там у нас суббота. Заниматься всякими темами. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok